мы сейчас поговорим о джанго это видео полностью для новичков с какой версии начинать изучение джанго значит вот сейчас давайте я пойду с другого бога вот сейчас вышла и работает версия 1.9 это январь 2016 например я скачал установил проверил то есть изменилась админка добавилась например зашел в настройки прокрутил увидел что добавились валидаторы мне понадобилось около 10 минут чтобы разобраться что это всего лишь зайдя на сайт нажав джанго нажав документацию и вел название настройки после чего почитал что валидация и в принципе проверка паролей невозможность больше вести легкие пароли чему это говорю я говорю к тому что у новичка так не получится я наблюдаю в школе в школе сейчас мы о ней поговорим приходят люди с разных языков си с пхп и все не так просто колоссальная перестройка но тем не менее изучив джанго мы получаем инструмент например чтоб вы понимали скорость да вот я захотел переделать сайда дизайн вообще перевести с буст рапа на фондейшн и у меня утром сел вечером закончил все это джанго почему потому что все разделено нет куча код себе я его не затрагивал дизайн себе давайте отвечать на основной вопрос сколько лет на рынке джанго больше десяти уже да когда начались тотальные изменения в джанго с версии 1.7 то есть по сути дела человек который начал работать джанго 1.9 до для него интернет пуст то есть примеры коды которые накоплены он их понимать не будет полностью почему потому что они относятся к версиям джанго 1.4 1.5 1.6 1.7 по 1.8 еще мало поэтому давайте сначала разложим по полкам градацию под джанго значит школе мы изучаем все подряд версии чтобы человек разобрался начиная с 1.6 1.6 для новичков здесь сама стратегия джанго она остается но что меняется например в джанго 1.8 если до этого были функция в юрл то сейчас список в 1.9 тоже список поэтому изучать джанго надо по крайней мере начинать с версии 1.7 почему потому что в 1.7 было тотальное изменение это миграции то есть возможность и создавать и удалять таблицы полностью работать с таблицами не зная ни скл ничего джанго за вас все сделает значит настройки там были те же что до 1.7 то есть вы легко разберетесь с кодом 1.4 1.5 1.6 1.7 только здесь добавились команды миграций в 1.8 уже полностью изменился файл конфигурации то есть настройки совершенно другие и например если вы соберетесь устанавливать библиотеку старую вы никогда не установите вот допустим то есть установите но потратите много времени например когда я устанавливаю библиотеку если вижу что старая я заложу грубо говоря я сейчас не полезу в url смотрю я четко понимаю ага я могу импортировать функцию url patterns и прикрутить под основным значит url ту старую библиотеку она будет работать для того чтобы это сделать надо знать все версии ведь как приходит переосмысление джанго когда вы поработали с 17 переходите к одни к 18 у вас уже работает голове модель отличий вы ага там выводились например значит шаблоны темплаты дирс была настройка темплей дирс а здесь уже просто называется дирс и у вас начинает в голове происходить прояснение вы четко понимаете ага вот это джанго в этот код относится такой-то версии этот к другой сама хотя сам язык шаблонов он не изменился он просто немножко расширяется но при этом основная базовая часть применяется в любых версиях то есть версии джанго отношении друг друга несовместимы я сразу подскажу такую вещь как переводится с одной версии на другую сначала просто устанавливаете на тест переводите править и ошибки а потом подключаете уже когда перешло боевую базу данных и но только сначала все это проделаем на тесте хотя давайте еще затронем такой вопрос а вообще какие версии на каких версиях жанга делать рабочие проекты вот допустим вышло 19 айда делать на ней вышло 2 айда на ней ребят это же глупо если вы пошерстите по 1 и 9 то на данный момент это новая версия да и идут исправление 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 поэтому например на только вышившие версии делать боевой проект это безрассудство она стабильно до проекты делаются на лтс версиях нажимаем на официальном сайте дом в луан и просто-напросто смотрим таблицу вот до этого было 14 смотрите лтс с 26 февраля 13 по октябрь 15 дальше 1 5 1 6 1 7 это нарабатывалось в лтс основной механизм и сюда просто добавлялось в эти версии поэтому версии 1 5 1 6 1 7 очень стабильны теперь смотрим вышло 1 и 9 до но лтс 1 и 8 смотрим декабрь 2015 по крайней мере апрель 2018 вот за это время эту версию доведут до такого ума это такая надежность высокая стабильность следующее как я понимаю они через четыре версии делают будет лтс только 2 и 2 поэтому переводить разумно с лтс на лтс то есть период 2016 2018 год боевые проекты разумно делать на 1 и 8 потом если вам захочется новые версии переводить на следующий лтс то есть это будет это 2 и 2 ну а давайте посмотрим что изменилось вот я вам так на вскидку расскажу до между 17 18 значит изменился файл настроек благодаря чему потому что например с версии 18 это у нас 19 ну ну да ладно я так расскажу потому что настройки почти те же что 18 с версии 11 и 8 стала возможностью добавлять абсолютно любые движки шаблонов пишите свой джинджа добавляйте при этом джинджа входит уже начал входить полностью официально с версии 1 и 9 добавились валидаторы то есть по сути дела это невозможность ввести пароль допустим 123456 просто он не пройдет по одной простой причине что джанга будет требовать более сложного пароля все остальное осталось то есть как в 18 до внутри она переделывает джинджа очень сильно и если открыть допустим версию 19 во первых мы смотрим что 33 уже 19 не поддерживает то есть новые языки в 3435 18 еще поддерживает 33 27 27 все поддерживают на 27 это самая стабильная работа хотя в принципе жанга настроен на будущее и мы потихоньку идем будущему но тем не менее на сегодняшний день я пользуюсь 27 потому что это надежно всегда на все сто процентов 35 довольно новый язык для графических приложений на ура для джанга лучи 27 это стабильный скорость различия не будет разницы в том что вы на 2 и 7 и 3 и 5 тоже не никакой нету потому что вы пишете на классах джанга меняются только некоторые самые простые вещи например в моделях в языке 27 вы пишете и не код это чтобы человекоподобные читаемые заголовки были например там к если мы добавим там вот персон да то есть а так вот сейчас буквы а если но это я такой заголовок это неважно ставил я проверял а так бы было объект и непонятно что а в питом 3 вы бы ставили метод места и не кода стр вот и все различие между сработает джанга python 3 и python 2 все остальное мы пишем полностью на классах джанга и полностью стратегии придерживаться джанга и и все еще один момент такой значит мы разобрались боевые проекты надо делать только на lts версиях потому что для кого важна стабильность и надежность нет смысла бежать за новой версии есть смысл версия которая будет доводиться до ума следующий момент еще очень важно начать изучать хотя бы версия 17 потому что вот в школе я не зря на это обращаю постоянно внимание этот код копился до 17 10 лет и его практически все примере в интернет на 18 мало кода 19 его то же самое что на 18 это начало это надо чтоб прошло опять лет 5 грубо говоря поэтому когда человек допустим начал вот сейчас я включу еще 19 с 19 изучать и возьмет кота там будет например функция в url а он и не в зуб ногой что это такое если по он изучал 17 он бы сразу глянул вот как я делаю да я вот смотрю и понимаю так этот код будет работать такой-то 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 версии то есть я четко понимаю сразу что мне в коде исправить чтобы работать с 18 я сразу допустим там взял кусочек кода переделал то что мне нужно на 18 и у меня код работает все я не отвлекался поэтому если вы начинаете изучать по крайней мере с 17 то вам будет доступен код весь десятилетний его легко переправить на 18 на 1 и 9 потому что между 1 его и давайте градацию так построим градация идет по файлу настроек по нутру от единицы до 17 то есть да много чего меняется для нас глобально файл настроек тот же написание принципе написание кода те же с версии 2 и 8 полностью меняется файл настроек уже другой то есть это на четко понимать версии 1 и 9 вообще буду писать да то же самое что 18 только добавлено добавлены валидаторы то есть по сути дела изучив 1 и 8 человек 19 на лету приступает зачастую приходится вы же не будете какую-то библиотеку писать сидеть месяц если есть библиотека но она допустим написано для версии 1 и 5 она работает стабильно надежно просто надо допустим знать что переделать либо переделать либо значит применять команды которые использовались в 1 и 7 ту же функцию импортировать так как код не будет работать в этой версии потому что здесь допустим url список я такие самые простые примеры говорю да а там функция хотя если мы если мы знаем то просто мы импортируем функцию и применяем ту библиотеку без проблем то есть она у нас работает мы в школе учимся создавать виртуальное окружение при создании новых проектов поэтому я рекомендую всегда лучше создавать виртуальное окружение устанавливать туда 1 6 1 7 1 8 1 9 и работать по отдельности с этими проектами тогда будет толк лучше затратить лучше затратить лишние два месяца если вы серьезно да и допустим вот на про 365.net для совсем новичков здесь есть джанга но эта версия 1 и 6 значит надо установить 1 и 6 потом легко перейти к 1 и 7 лучше затратить немножко больше времени но пойти по порядку чтобы в голове начала отражаться разница между версиями джанга это архиважно потому что вы будете работать с кодом вы будете работать с библиотеками это я уже повторяю и вы должны читать и уже понимать какой версии джанга может применяться код либо что надо переделать чтобы он работал последней версии хотя код 1.7 можно применять в 1.9 код 1.8 можно применять в 1.6 это совершенно без разницы но понимание что где меняется приходит только только когда мы работаем в какой-то версии 1.7 я очень рекомендую тогда в 1.8 у нас начинает уже формироваться понимание ага вот это вот изменилось это устарело мы начинаем более правильно пользоваться справкой хотя для новичков я всегда говорю вот базовые основы то есть на один на pro365.net я показывал это грубо говоря нудные уроки где мы тысячу раз создаем проект где цель это понять структуру каталогов сколько вы книг если вы начали допустим изучаясь книги джанга ну книга описывает код все остальные мелочи невозможно описать в книге по одной простой причине что тогда это будет многотомник у меня получилось вот на сегодняшний сумме 8 суток видео вот и это потому что в принципе я стремлюсь к тому чтобы рассказать всю джанга все основные операции чтобы можно было применять шаг за шагом то есть вот эти вот шаги они не повторяются в 1.7 мы подбирались опять как бы с нуля джанга в 1.8 мы учились устанавливать библиотеки вот план 2 план 3 еще я уже авторизация план 4 методы кирисет при этом неважно что изучали на 1.8 на 1.7 можно применить на 1.9 то есть принципы одни и те же по сути дела идя от плану к плану мы изучаем джангу но при этом походу знакомимся со всеми версиями чтобы быть во времени хотя вот этот портал у меня на 1.7 этот на 1.8 мой принцип по как говорят вот я слушал интервью профессионалов на западе то есть четко рекомендуют боевые проекты надо делать только на лтс версиях и если переходить с лтс на лтс но никак на не на версии которые вот идут подряд то есть следующее так понимаю будет 2 и 2 лтс это будет после двадцатого года наверное так но я надеюсь я попытался рассказать свою точку зрения все таки как надо изучать джанга и здесь очень много мелочей очень много мелочей которые мы стараемся просто напросто показать в видео уроках и в коде но опять же результат отлично например чтобы начать пользоваться версии 1.9 для меня понадобилось минут десять я уже четко понимаю что это 1.8 что добавлено вот так должно происходить и у вас я увидел что добавилось apps то есть это уже относится к css то есть это все новое да изменилась админка в джанга 1.9 но все равно я привык допустим к джанга suite мне она лучше нравится чем вы думаете с админкой поэтому я пользуюсь например только джанга suite потому что мне это админка приятно мне она понятна вот она очень хорошо все значит расставляет на свои места поэтому мне она очень нравится зачем мне выдумывать все ребят значит как найти школу джанга все очень просто набираете адрес spb-tut.ru все и заходите в школу далее нажимаете получить логин и пароль лучше если почитать начать здесь начни здесь особенно кто еще в добавок всему и выбирает язык нажимаете начни начни здесь открываете рубрику 3 почему python здесь я из опыта написал допустим такие вещи как происходит понимание языка с нуля до промышленного программирования как правильно изучать python методиками ментального понимания что вообще надо схватывать сразу много 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 чего кроме этого python это крутая вещь еще пару слов допустим сейчас я очень плотно работаю с киви android здесь есть видео кстати можно его посмотреть что такое киви самое важное что когда мы работаем с python мы можем писать абсолютно абсолютно любые приложения графические программы джанго джанго это целый мир это огромнейший мир и цель школы это сэкономить ваше время ведь школа здесь пожизненный доступ и люди постоянно обсуждают накоплено во первой группе много информации то есть когда вы в процессе по крайней мере вы будете идти быстро вы четко понимаете что надо учить что не надо то есть школа дает возможность приобрести очень быстро навык потому что по любой книге тыканье ой 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 будет я это все знаю сам проходил ну вроде как все рассказал ну вроде как все рассказал это было а и он